Приветствую вас! Формально тренер не сделал ничего плохого по отношению к вам. То есть формально он выбрал то время которое ему удобно отказав вам в другом времени которое ему не очень удобно и назвав условно говоря такую вот да причину которая является с одной стороны вроде как такой уважительной но с другой стороны совершенно понятно что это ну не точно бы прямо отмазка ну в общем понятно что это такая формальная чисто формальная причина и вы знаете вот в этой ситуации я думаю что вам нужно смотреть не на то как человек поступил в данном случае потому что вам например я понял вот если считать да то вам как я понял не очень удобно то есть вам нет разницы когда занимался то есть вы вроде как вы говорите что вот он вас заделал тем что обманул но при этом давайте подумаем есть ли вам фактическая разница когда заниматься вот вы договорили заниматься по понедельку если вам удобно заниматься по следам а если для вас это условно говоря ну как то вот принципиально важно да то есть вам принципиально важно заниматься именно по следам и если это так если вам это принципиально то тогда вы можете конечно сказать тренеру так и так я узнал что в общем то в среду зал свободен не могли бы вы мне пояснить почему вы меня обманули обманули а то есть чем связано на такое ваше поведение знаете если вы хотите заниматься именно с этим тренером то есть он вам привычен он вам удобен уже вы друг друга знаете и так далее то менять тренера искать кого то другого может быть делом достаточно хлопотным хотя бы потому что вам придется вновь привыкать к человеку вам придется вновь как то изучать его присматриваться к нему и так далее а здесь человек уже вас более-менее знает его более-менее все устраивает и искать новых тренера можно только в том случае если уже совсем не в моготу то есть если прямо вам совсем уже плохо тогда тогда нужно искать тренера ну но пока вы вот сами понимаете что для вас что то не критично а у тренера могут быть какие то свои скрытые мотивы для того чтобы так сказать так поступить и пока вы этих мотивов не знаете пока вы не знаете с чем связано такое вот поведение тренера то лучше на самом деле резкие движения не делать и не стоит обижаться как-то на тренера и сразу сразу думать что вот он вас как-то обманул сразу и что он поступил плохо да ситуация неоднозначна безусловно да ситуация не совсем хорошая но может быть у тренера есть мотивы которого вы не знаете поэтому решать я думаю нужно вам и решать вам нужно что делать исходя из именно того насколько критично вам заниматься именно в то время когда вы хотели да то то есть среда например например вот я думаю что нужно определиться с целью потому что грубо говоря если ваши интересы оказались как-то задеты вот если ваши интересы оказались как-то ну под влиянием да то есть вы что-то для себя потеряли из-за такого поведения тренера например у вас в среду были какие-то дела вы например вынуждены были из-за этого допустим человека и так далее если так тогда конечно стоит искать другого тренера потому что из-за того что ваши интересы были заветы вы вряд ли сможете продуктивно с ним заниматься у вас будет обида на него и вполне вероятно что отношения ни к чему хорошему не приведут а если вы не испытываете особых проблем то лучше все оставить так как есть в этом сила удобства и сила того что очень велика вероятность большего дискомфорта при например ну при поиске нового тренера при поиске нового тренера именно это вас вот я думаю что так можно ответить на ваш вопрос я думаю что именно так можно его прокомментировать вы самое главное поймите одну такую в общем то простую вещь что вот если вам прямо важно заниматься с этим тренером если вы прямо чувствуете что вам важно заниматься именно с этим тренером да то вы обязательно обязательно с ним поговорите попробуйте выяснить чем продиктовано его поведение попробуйте выяснить с чем связано такое его поведение по отношению к вам ну просто попробуйте это выяснить сами для себя попробуйте выяснить я думаю что проблем особых у вас не будет но если для вас это важно если для вас это важно очень то было бы наверное несправедливо я думаю было бы несправедливо оставлять все как есть то есть если для вас важно сохранить например а и то что вы делаете да если для вас важно сохранить человека с которым вы занимаетесь и если вам важно как то ну сгруппировать свое время чтобы адекватно им управлять то я думаю что как минимум важно чтобы вы поговорили с тренером и все решили вместе потому что я думаю что скорее всего варникло как варникло просто какое-то недопонимание между вами вот и в принципе все что можно вам сказать сказать другое дело что вы сразу подумали что человек вас обманул хотя в действительности может быть например никакого обмана не было а вы уже подумали что человек вас преследует цель вас обману и вот это по моему мнению вот это то что вы считаете обман вот по моему мнению это является достаточно довольно скверным признаком довольно скверным это является признаком а почему потому что вы раньше времени раньше времени себя накручиваете накручиваете и я опасаюсь что это накручивание связано с каким-то вашим личным внутренним может быть конфликтом может быть чем-то еще такого рода и если это действительно так если вы испытываете какую-то например привязанность к тренеру или испытываете страх перед новыми связями в плане занятий тогда нужно с этим уже работать непосредственно с вами но пока я думаю ситуация именно такова на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучше желаю вам всего доброго и удачи